МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 387 тысяч. За сутки от болезни скончались 232 человека. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Минтруд разработал проект об особом порядке увольнения в период пандемии. Ведомстве предлагают во время карантина запретить разрывать трудовой договор с сотрудником по инициативе работодателя. Компания «Электрон» представила свою разработку. Мобильный комплекс компьютерной томографии для диагностики заболеваний легких. Модуль позволяет полностью исключить контакт пациента с врачом. Во Франции работники здравоохранения вышли на улицы. Они заявили о нехватке средств индивидуальной защиты в госбольницах. Медики потребовали улучшения условий труда и увеличения заработной платы. В Турции идет подготовка пляжей к приему туристов. По новым правилам расстояние между шезлонгами будет больше полутора метров. Сезон в Турции начнется с середины июня. В стране нарастает волна недовольства из-за отсутствия президентских доплат медработникам. Обещанные деньги большинству так и не выплатили. 36 сотрудников Центральной горбольницы и отделения скорой помощи города Гукова Ростовской области потребовали решения проблемы. Мы обращаемся в Следственный комитет и в органы прокуратуры. Так как никто из нашей администрации не соизволил нам перечислить обещанные деньги президентам, просим разобраться в этом вопросе. Ситуация в Гукове сложная. В городе высокий уровень заражения COVID-19. Для выезда в конфицированном была сформирована специализированная коронавирусная бригада. Этим работникам, по словам коллег, и были начислены надбавки. Остальные врачи Гукова доплат не получили. Вы платили инфекционной бригаде, я не могу сказать, в количестве шести или восьми человек, это несправедливо. Почему? Потому что мы работали весь коллектив, и водители в том числе. Постоянно возим больных с подозрением, с анализа возим. Берем анализы у приезжих из Москвы, автобус встречаем. Никто нам не говорит, положено ли нам, был ли у нас больной зафиксирован или не был. Мы не можем потребовать. Это секретная информация. Оклады медиков Гукова небольшие даже для региона – от шести до восьми тысяч. Жалобы федеральным и местным чиновникам результата не принесли. Люди обратились за помощью к коммунистам. Наш губернатор во всех инстанциях отчитывается, что заработная плата врачей, вернее, младшего и среднего персонала составляет 29 тысяч 354 рубля, и врачей на 200% больше. Но этого в городе Гуково нет. На местах должны разобраться администрация города Гуково с этим вопросом непосредственно, глава администрации и главврач. Кроме этого, должны среагировать федеральные органы власти, то есть главминистр здравоохранения Быковская, который находится в городе Ростове-на-Дону, ну и губернатор по этому вопросу. Прокуратура Гукова провела проверку по факту невыплат стимулирующих надбавок сотрудникам центральной горбольницы. Выявлено нарушение. Коммунисты взяли ситуацию на особый контроль. Томская область вышла в лидера посмертности среди регионов Сибири. Жертвами эпидемии стали 11 человек. Коммунисты отмечают, что к сложной ситуации последних месяцев здравоохранение региона оказалось не готово. Оптимизации и недофинансирование нанесли по отрасли сокрушительный У нас средств финансовых в добрые-то времена не хватало. Но сейчас понятное дело, что внутри регионального бюджета перебрасываются других статей на то, чтобы и укомплектовать медицинские учреждения, и закупить аппараты ЭВЛ. По оценке коммунистов, к концу года экономическая ситуация в регионе будет сложная. От ограничительных мер страдают прежде всего небольшие предприятия. В них сейчас трудятся более 55 тысяч человек. Проблему поддержки бизнеса и населения могут решить только прямые выплаты. Например, детям от 3 до 16 лет назначили вот это единовременное пособие выплату 10 тысяч рублей. А с 16 до 18 лет по каким-то причинам эти дети оказались не у дел. И вчера на заседании областной думы я обратилась в адрес нашего губернатора, чтобы хотя бы на региональном уровне, по примеру Крыма, сделать такие выплаты. Но в целом сложившейся ситуации остается надеяться только на федеральный центр, подчеркивают в КПРФ. Режим самоизоляции в Томской области продлен до 15 июня.